Всем привет! Многие ждали, когда же мы будем строить этот домик. За моей спиной есть свайно-винтовой фундамент. Свайное поле под основной дом 4х8, плюс терраса 3х8. Строим по проекту номер 36. Многим было интересно, то есть также проект оставлю в описании под роликом. Можете зайти, ознакомиться. Приехали, у нас связь тут, конечно, плохая, но отчеты по вечерам буду писать, что мы будем делать. Поэтому, кому интересен контент наперед, то есть сейчас вы видите свайное поле, а по факту может он уже стоит под крышу. Поэтому, чтобы смотреть, как это выглядит, заходите в телеграм-канал, друзья, ссылка в описании, обязательно переходите. И вы увидите, как этот домик вообще строится в момент. Проект очень уникальный, есть спальня, то есть это такой домик для ПМЖ, для небольшой семьи. Либо а-ля хорошая теплая дача, либо в будущем переделать в баньку, либо домик под аренду. Потому что есть минимальный набор бейскаута, есть санузел, есть кухня, есть спальня, которая разделена стенкой лофт. Плюс безумный интересный вид, панорамное остекление, 32 квадрата полезной площади, плюс терраса огромная, 21 квадратный метр. Да, 3, даже 24, по-моему, получается. Ну и, в принципе, все по порядку. У нас доска сухая, не строганная. Крыша будет гибкая черепица, фасад, фасадная плитка. И наша задача собрать домик под крышу с черновым полом. Поэтому, я думаю, много кому будет интересно, как будет продвигаться конструктив. Берем максимально хорошие материалы, поэтому вам желаю приятного просмотра. Ну а мы начнем распаковываться и собирать обвязку пакетом досок. Брусом не рекомендую. Работаем. Так, друзья, ну что, давайте по порядку буду немножко комментировать. Сначала мы делим все задачи. Кто-то таскает доски, кто-то нарезает гидроизоляцию. Как раз делаем кусочки 200 на 200. Они отлично укладываются на оголовки. Сначала делаем первый контур обвязки пакетом досок. То есть мы идем от внешней стороны вовнутрь. Периметр у нас 4 на 6. Поэтому сначала заготавливаю две доски по 4 метра. Далее шестерки стыкую на одной угловой свае. И ровно по центру обрезаю 6-метровую доску. Таким образом все стыки у нас будут на центрах оголовки. Это важно, это правильно. Сначала формируем все длинные доски. Да, у нас есть проект, но в принципе, кто строит первый раз, конечно, лучше обращать внимание на проект. А мы уже видим, знаем, как это все собирается. Поэтому каждый знает свою задачу и все собирается довольно быстро. Важно учитывать нахлёст доски. Видеть, как формируется елка и все будет хорошо. Ну и, конечно, пакет досок работает намного лучше, чем брус. Брус крутит, брус трескается, брус сырой, брус тяжело таскать. И он хуже работает на прогиб. Доска работает намного жестче и надежней. Быстренько формируем пакет досок. Все крепим сначала на саморезы 6х90. Когда мы все проверим, выставим, выровняем диагонали, подложим гидроизоляцию, тогда уже все пробьем гвоздями. Так, друзья, давайте я вам немножко расскажу, что у нас происходит. То есть мы собрали обвязку из доски 50 на 100 в пакет досок в три доски. Доска сухая, не строганная. Да, она имеет вообще волну. Сейчас будем выравнивать. То есть пока все на саморезах. Стянуто вот этот угол, вот это примыкание в центр. Тоже видим банан хороший. Тут у нас вот так. Где-то получается прям вообще по красоте идеально. Некоторые доски подпиливали дисковой пилой. Сейчас готовятся закладные под брусок. Потом уже будет дюймовка, подсетку и ветрозащиту. Выставили диагонали, зафиксировали углы. Сейчас возьмем просто два брусочка. Вот тут я заготовил. Сейчас покажу. Потому что многим пригодится. Вот берем брусок одинакового сечения. У нас это 45 на 45. Натягиваем нитку. Вот сюда под брусок. Вот так ставим его. В доске один. Идем на ту сторону. Ставим второй. Серега давай это. Подтолкни. И вот так можно как нивелировать. Можем толкнуть сразу и зафиксируй на болты, а то уедет. Сейчас я потихоньку буду идти. Возьми он винтоверт. Ну-ка, дергай на себя чуть-чуть. Чтоб там выставить эту сторону. Не закручено. Топ. Стоп. Все отлично. Ровно. Сейчас надо его зафиксировать. Тут у нас буквально миллиметр. Сейчас вот этот зафиксируй. Да, вон тот фиксируй. А потом этот буквально чуть-чуть. Вон прям совсем чуть-чуть. И вот таким образом выравниваем полностью периметр. Это очень удобно. Уже даже видно, что прям практически по струнке. Ну вот тут миллиметрик надо. Это если прям совсем можно заморачиваться. Да, один-два, пофигу, крути это. Ну, вообще два. А так просто зафиксируй. Вот так. Давай тут попробуем, Дарюс. Хотя может. Не бей, не бей, не бей. Она не двигается так, она просто пружинит. На себя чуть-чуть. Стоп. Вот так, да, замри. Все, крути. И все, лицевую сторону получили идеально ровную. Внутри нам пофигу что. Потому что нам нужен фасад. Идеально ровный. Центральный стол можно чисто так на глаз примерно вообще выровнять. То есть, у нас там ровно вот банан на второй свае. Но это в последнюю очередь. Выравниваем полностью периметр. Брусочек можно заменить также на дюймовку. Важно, чтобы эта досочка была одного сечения. Одинаковая. Лучше всегда прям отпиливать кусочки от одной доски. Так удобнее, так быстрее, так ровнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да я вообще не напрягаюсь. И вот, как только собрали обвязку, все проверили, диагонали, все плоскости, берем в руки пистолет и стреляем ершенными гвоздями. Длина гвоздя 90 миллиметров. Далее, по просьбе заказчика, мы обработали обвязку антисептиком. Кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, не надо. Я вообще это называю вода из лужи. Но вы делаете так, как считаете нужно. Сухую строганную доску я вообще не вижу смысла обрабатывать. Вы только дополнительно загоняете в нее влагу. Далее, закрепив небольшие кусочки бруска, ставим тройку упоров из бруска для поддержания обрешетки. Обрешетка чернового пола нужна для того, чтобы поддерживать утеплитель. Чтобы под низом не ползать, мы формируем ее заранее. Так удобней, так меньше работы. Потом достаточно только одному человеку буквально на 5-10 минут залезть под низ, если это возможно, и пробить гвоздями. Если залезть под низ невозможно, то мы сверху тянем саморезами через влагу прямо в обрешетку, чтобы она также была закреплена. После того, как смонтировали обрешетку, берем сеточку от мышей, ячейка тут 6х6, длина метр, и стреляем все с помощью пневмостеплера. Да, можно обычным 140-м типом скоб, но мы взяли пневмо. Это очень быстро, очень удобно и в то же время очень опасно. Имейте это в виду, на степлере нет предохранителя. Будьте внимательны и аккуратны. Не засадите в ляху своему напарнику десяток скоб. Далее после сетки у нас идет диффузионная пленка. Тут используем Факро Евротоп Н15. Мембраны Евротоп применяются в качестве подкровенной гидроизоляции, на скатной кровли, межэтажном перекрытии, утепленном вентилируемом фасаде, в общем в каркасном домостроении. Пленка довольно добротная. Она трехслойная из полипропилена. Отличная мембрана, которую всем рекомендую попробовать. Мы часто берем такие пленочки на свои дома. Хорошо держит скобу, не пробивает насквозь. Да и руками ее натягивая не разорвешь. Надо постараться. Поэтому всем рекомендую берите себе на вооружение. Пленочку раскатываем на весь размер дома. Сразу подрезаем кусочек и переворачиваем, чтобы зеленая сторона у нас смотрела наружу. Это важно, не перепутайте. Также стреляем ее с помощью пневмостеплера, так как у нас под низом есть сетка. Таким образом мы дополнительно весь слой еще усилим и скрепим. Старайтесь всегда использовать на своем доме качественные мембраны и качественные материалы. Таким образом ваш дом будет служить долгие годы, долгие десятилетия. Поэтому тут лучше не экономить. После того, как мембрана готова, собираем сначала хоккейную коробку. Я это называю так. А именно всю доску по внешнему контуру. Готовим периметр к установке лаг пола. Вся доска на лаге пола тут 50 на 200. Шаг будет классический 590. Ну и конечно сам проект мы зеркалим. Поэтому все усиления под внутренние стены мы будем зеркалить. Продолжение следует... Хоккейная коробка готова. Берем 200 доску. Через проставки 590 начинаем укладывать на весь ряд. Далее уже под все усиления мы добавим проставки. Также не забывайте отбивать оси стен, чтобы знать в какую сторону вам лучше добавить лагу при необходимости, чтобы стена стояла четко на своем месте. Проставки у нас будут по всем боковым 4 метровым сторонам, потому что где шестерка там доска встает отлично, а где четверка надо добавлять усиление под стену. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень синяя тучка... Мы прям оперативно... Оперативно запаковались... Сегодня третий день... Итог... Крыша включ... Готова полностью... Ветрозащитная мембрана... Вензазор... Обрешетка... ОСБ... Подкладочный ковер... Гибкая черепица... Сотра... Тут у нас... Карат... Деки... Цвет серый... Кому понравится... Посмотрите... Плюс сетка от птиц... Не видно... Короче... Ролик сделаю... Покажу... Включ терраса... Полностью... Пробита гвоздями... Двухсотых доска... Осталось... Двухсотых доски... Брал запас... Резерв... Мало ли ошибка какая-то... Плюс леса... Начали... Почти полностью... Догнали... Перехлестное утепление... Навели... Внутри марафет... Сейчас тоже немножко по территории марафетим... А так домик вырисовывается... Балка... Гидроизоляция... Закреплена... Терраса 2,99... Домик прям вырисовывается на глазах... В принципе нормально... Хотели, конечно, попробовать сегодня добить перехлестное утепление... Но погода твердит свое... Поэтому нет смысла рвать задницу... Также пробита сеточка по авентозазору... От мышек... От ос... И так далее... Полностью в круг... Когда вентозазор будет, завернется... Поэтому нормально... Подшив будет дюймовкой... Но это уже будет другая история... Поэтому мы к этому домику вернемся... Как будет у нас следующее окно... А так за три дня... Каркас под кровлю... Вообще пушка... Гонка... Прямо вообще... Ну подустали... Тяжко-тяжко ходим четвером... Ну подустали...